Мы находимся на последних «Мечтает» первой главы трактата «Кедушин». И так как раз мы уже начали последние несколько дней говорить о различиях между мужчинами и женщинами, причем в каких заповедях, кто обязан, кто не обязан, какая разница между мужчинами и женщинами в приносении корбонот. И так Мишна, продолжая эту тему, тоже разделение говорит, а какие вообще заповеди применимы, то есть они есть только на территории Рецисраэля, а какие даже за пределами Рецисраэля. И говорит Мишна, любая заповедь, митсва, которая зависит от того, что ты должен находиться в Рецисраэля. Такие, например, как, то есть связанные с землей Израиля, например, трума, масер, лекет, да, трума – это специально то, что отделяется от плодов, выросших на земле Израиля. Там одна сороковая, пятидесятая, одна шестидесятая, в зависимости от, да, есть максимальный объем, есть минимальный, есть средний. Это приблизительно 2% от урожая. Есть масер – это десятина, есть лекет, да, это то, что оставляют, не подбирают для бедных, которые потом ходят и подбирают все колосья. Это, да, или шиха, то, что если забыл человек, сноб, мы это учили, а, это в фрагате ПА, это мы не учили с вами, но это другой раздел, мы нашим учим. Шиха, да, это если человек забыл сноб, прям забыл его, рабочие забыли сноб, он не должен его брать, или ПА, это край поля, который оставляют для бедных, Вишвид, Викадуме, или законы седьмого года. Все эти митсвот, они есть только, если ты живешь на святой земле. Они не привязаны ни к земле, ни к тому, что из земли растет, а они скорее как бы на самом человеке. Как он шаббат, филин, а вода, зара, как, например, заповедь шаббата. Куда бы ты ни полетел, ты еврей, вот ты в Австралии улетишь, шаббат, как бы у тебя шаббат. Не важно, где ты находишься, или филин, да, там надо одевать филин, или а вода, зара, законы там связанные, не дай бог, там, с седлопоклонством. Где бы ты, так кажется, человека, а не только земли? Мила, там, Бритмила, и так далее. Но, конечно же, эти заповеди, они имеют силу как? Когда человек верит в Исраиль так же, когда он за ее пределами. И даже про те заповеди, про которых, казалось бы, сказано в Торе Киявьеха, и когда принесешь ты его, то есть как будто бы, ну, это так написано и про филин, так и написано про Петер Хамор, про первенство Асала, который вышел, родился, первенец Асла. На самом деле, эта заповедь зависит от самого человека. И она работает как в Исраиль, так и человек обязан в них за пределами Исраиль. Хуцмина орла вякилаем. За исключением митцвы орла и митцвы килаем. Итак, орла, мы знаем, да, что орла – это заповедь о том, что любое плодовое дерево по достижению им трех лет вообще нельзя получать никакой выгоды от его плодов. Да, и тем не менее, можно, да, вдыхать аромат. То есть, окей, есть аромат. Но, но... Несмотря на то, что... Несмотря на то, что орла, закон орла, что нельзя, да, пользоваться плодами, дерево, которому не исполнилось три года, вроде бы связан с землей и растет из земли, тем не менее, законы орла работают даже за пределами Исраиль. Если ты в Москве решил у себя на даче посадить дерево, фруктовое, яблоню, первые три года ты не можешь получать ничего от ее плодов. Орла, Аллах, Аллах, Моша Мисинаи, шон эгет бехут сларец. И это закон, передаваемый от Моша Синая о том, что это заповедь но эгет бехут сларец, применима за пределами Исраиль. Векилай керем. И также заповедь, связанная с нельзя мешать, нельзя, так же, как нельзя шерсть или он мешать в одной одежде надевать на себя, не знаю, то так же нельзя мешать, нельзя осла и быка в одну упряжку. Так еще и с келаем керем. Нельзя смешивать две культуры, пшеницу и виноград, например. И этот запрет от мудрецов. Он заключается в том, что нельзя вместе сеять две культуры злаковых вместе с виноградом. И каждый человек, кто в одной горсти начинает сеять третьи культуры вместе, такого человека нужно дать удары плетью. А если он сделает такое даже за пределами, то есть таких гибридов будет смешивать за пределами земли Израиля, он тоже получит удары, но не малкот, а мардут. То есть от мудрецов также получит удары плетью. Келая Акерем, кстати, также больно. То есть в плане того, как это по ощущениям то же самое, но одна как бы по Ториум получает удары плетью, здесь он получает удары мардут по мудрецам. Келая Акерем Асурим Беана и нельзя получать никакой выгоды от результата этого смешения двух культур. Велификах Хахмиру Багемах Амим Лосро Аббахус Ларец и поэтому устражили мудрецы и запретили их даже за пределами земли Израиля. Однако Келая Израим Мутарли, Зарамбахус Ларец. Но что касается смешения культур Злаковых за пределами земли Израиля, это не запрещено. Разрешается. Раби Ильезар, Ромер, говорит, Афмина Хадаш. Раби Ильезар говорит нам, что даже из Хадаш. Итак, что такое Хадаш? Канумам Афа Ишла Усив Худсмина Хадаш. То есть он хочет сказать, что за исключением Хадаш. А есть, которые читают Афа Хадаш, даже Хадаш. И так приходит Раби Ильезар и говорит такую вещь, что мы даже можем иногда встретить странных людей, которые живут в странах, я в кавычках говорю, которые идут по этой шети. Они говорят, что есть большой махлокет по поводу того, работают ли законы Хадаш за пределами земли Израиля. Хадаш. Что такое Хадаш? Хадаш – это запрет кушать от злаков Нового Года до принесения Омера. До отчета сферата Омера. Сегодня у нас нет Омера, у нас нет храма. Но на самом деле во второй день праздника Песах 16 Ниссана ночью выходили и собирали Омер, это объем определенной ячменя, и приносили его в храм. Через 49 дней уже приносили пшеничные, это были халы специальные, выпечные. Да, но начиналось все с Омера ячменя. Так вот, пока эта жертва Омер не принесена, она, как бы, весь урожай злаковых Нового Года запрещен в пищу. Сегодня, когда у нас нет храма, мы просто ждем окончания всего дня 16 Ниссана. Так вот, вопрос, вроде бы, как бы, это связано с землей, это растет из земли, это ячмень, в Эрес-Исраэль, это связано с храмом. Тем не менее, говорит рабе Лезер, да, мы не понимаем, есть махло по поводу того, устрожили ли и является, есть ли такой закон, хадаш за пределами Эрес-Исраэля. Если вы покупаете хлеб здесь, в Москве, или просто вы покупаете пиццу в кошерном ресторане, да, нужно ли спрашивать, скажите, а у вас мука для использования этой пиццы, она урожая этого года или прошлого года, если это, что выпало, уже выросло в этом году, но еще не наступило 16-е Несана, я эту пиццу есть не могу, потому что ми на хадаш, есть, которые с этим спорят, да, поэтому как бы облегчают, но, что говорит рабе Лезер, что есть двоякое прочтение этой фразы, рабе Лезер, омер, аф ми на хадаш, аф, альпиши уху ваткарка, несмотря на то, что хадаш, это обязанность как бы земли, связанная с землей, тем не менее, он будет работать этот закон даже за пределами земли Израиля, как сказано, ве Лехем, ве Келли, ве Кармель, лотохену, да, и хлеб, который выйдет из-под этого всякие орудия труда покоса пшеницы, да, не ешьте, бе Хольмошвотайхем, бе Хольмошвотайхем, во всех поселениях ваших, во всех местах вашего жилища, бе Кольмаком шатамешим, то есть в любом месте, где бы вы ни жили, и Аллаха идёт мнению раби Лезера, что да, это действительно так, надо опасаться законов Хадаш даже за пределами земли Израиля, и поэтому даже в наше время запрещается есть от злаков, выросших в этом году, до того, как наступила, точнее, прошла дата 16-го Несана, которое и было днём принесения Омера, как сказано, в Элехам Некель Векармель, но то хэлло, а дэце маё мазэ, то есть не ешьте всё вышедшее из-под серпа, из-под, да, до этого самого дня, то есть имеется в виду до дня 16-го Несана. Окей, вот такие вот законы, связанные, да, что касается, а что, а давайте, кстати, сделаем ещё одну Мишну, сегодня пятница, можем себе позволить эту рожку, Мишну, да, заинтед, и так, последняя, это последняя Мишна, с Божьей помощью, первой главы Кедушины, мы завершаем первую главу, сейчас скажем, Азалтов, но от седьмой до девятой Мишны, мы что учили? Мы учили различные заповеди, как бы, различные заповеди, эти заповеди, они только для мужчин, а эти только для женщин, да, есть заповеди, которые касаются и мужчин и женщин, вот заповеди, которые только в Иеруси Сраэль, вот которые за пределами, а вот которые и там, и там работают, Мишна, так вот, наша Мишна приходит научить нас рассказать немножко о награде за заповеди, ведь есть такое, что человек удостаивается за исполнение Митсвот, человек удостаивается длинной жизни, причем как в этом мире благодать хорошей жизни, так и в мире грядущем, говорит Мишна, это Мишна Мефурешет, каждый, кто выполняет одну Митсву, и объясняется в Талмуде, мы говорим про человека, у которого ровно напополам, например, за человек, у него половина заслуг, а половина грехов, да, такой человек, вот он, знаете, посрединке, у Баа Мишна, и Мишна приходит научить наше иму, мосиф ласот он Митсвахат, если только он перевалит чашу весов и сделает еще одну Митсву, доброе дело, ва немца, шисхуятам, ирубима равонутав, и получится, что его заслуг у такого человека больше, пусть больше на одну, но больше, чем при грешении, добро делают ему и продлевают дни его, как в этом мире, говорит Рамбам Келшона Микра, как написано, и храни ты законы и заповеди, чтобы дал я добро тебе и детям твоим после тебя, и продлил ты жизни твоей на земле, которую Всевышний Бог твой дает тебе, и унаследуешь ты землю, имеется в виду землю жизни, то есть будущий мир будет у тебя удел, в будущем вечный твой удел, объясняется в Талмуде, что везде, где написано делают ему добро, всегда речь идет про будущий мир, потому что истинное добро, без всяких примесей, абсолютное добро, в нашем мире, к сожалению, любая радость, она все равно, как бы, не есть ложка дегтя, потому что, как бы хорошо не было, даже если ты в моем очереди, ты понимаешь, что это пройдет, придется с этим расстаться, да, то есть, как бы, ну, все не вечно в этом мире, и даже в момент, когда тебе это дается, ты понимаешь, что так как все не вечно, тебе рано или поздно придется с этим прощаться, любая радость, любой ребенок, любой человек, любая, да, либо ты, либо с тобой, то есть, объясняется в Талмуде, это то, что мы говорим, награда заповеди так велика, что человек, как бы, вкушает проценты в этом мире, довольствуется в этом мире, но номинал сохраняется ему в будущем мире, потому что получить все в этом мире просто невозможно, и перечисляет какие-то заповеди, почитание родителей, и так далее, и объясняется так, что имеется в виду, что если человек был ровно на середине, предположим, он ровно посередине, у него одинаково заслуга, одинаково, да, приступков, и что, если на чаше весов, которые у него заслуг, есть одна из этих заповедей, которые перечисляют Мишнаки, Будаве, Мудхасадим, и так далее, они перевешивают, и такое, сразу, как будто бы у него больше заслуг, чем проступков, чем проступков, но если человек не делает какую-то заповедь, имеется в виду, что проступков у него перевешивает, его заслуг, и он не исполняет этой заповеди, которые могли бы выровнять чашу весов, и он поддерживает весы в сторону проступков, не будет ему добра, и не удлиняется для него, и не унаследует оно дело, как мы объяснили выше, и каждый, у которого половина заслуг, и половина проступков, про него сказано, говорит про него школа Гилель, вера в хесед, матекелапей хесед, и великое добро склониться к добру, что ты делаешь хесед, и тебе направляют хесед, однако, берейш, количество его проступков, то будет ему добро, да, отсюда тоже можно увидеть, что нельзя сравнивать цадика, праведника, у которого заслуг в разы больше, с человеком, который бейнуни, который среднячок, но из своего великого милосердия Всевышний смотрит на него, как на того, у кого больше заслуг, хотя у него на одну заслугу больше, и приводится в Талмуде говорит братья, пусть человек всегда смотрит на себя так, как будто в данный момент он находится ровно на распуть, ровно на середине, что у него одинаково заслуг и одинаково прегрешение, и от его выбора следующего зависит от того, кто он. Хуфцхайм продолжает, что ты должен не просто представлять, он говорит, что ты сейчас находится на этом балансе, что и весь мир сейчас находится в этом балансе. Одинаково заслуги, одинаково... И от того, что ты выберешь сейчас, не только ты, но и весь мир либо удостоится жизни и благословения, либо, не дай Бог, наоборот, да, удостоится быть, да, больше будет проступков. ашров, шеихрия, асмодэ хавсхута. Авара вераахат. Да, и сейчас, сейчас лифон, если он перевесит, если в сторону, да, заслуг, авара вераахат, но если он совершит одно прегрешение, ойло, шеихрия, асмодэ хавсхута. Ведь теперь он уже получает хава, хаяв. То есть, все, теперь ты уже хаяв, то есть обязан платить за все свое. ойло, шеихрия, асмодэ хавсхута, ше не марбе, хотэ ехад, яавер тува харбе. Да, согрешившись один раз, потеряешь много добра. бешвиль хет, и хидиши хата, о ведме мену то вотарбе. Из-за одного единственного греха, который согрешил человек, он перекрывает себе канал огромному количеству того, что ему должно было причитаться, да, получить добра. Раби Лазарбе, раби Шимону говорит, нафиша улавни дон ахар рубо, потому что весь мир судится по большинству, говорит раби Лазарбе, шимону, знамите его фраза, ваяхидни дон ахар рубо, и человека тоже судят по большинству. А сам Митсваахат сделал одну заповедь, ашре, ашравши и хреет ацмоет, кола улам лахав суд. Поэтому счастлив, если одна заповедь перевесит его к добру, и весь мир перевесит к добру, эта заповедь. Но если он совершит один проступок, ой, лоши и хреет ацмоет, кола улам лахав, хова горе ему, ведь перевесит он себя, и весь мир в сторону. Обвинение, это устная тора. И он с людьми относится с уважением, мягко, как положено. Такой человек не скоро согрешит. Как сказано, «Тройная нить не вскоре порвется». Знаменитая фраза. Человек, который учится, постоянно выделяет время для письменной торы, для устной торы, он обходительен с людьми, уважителен. Такая нить, тройная нить, не скоро разорвется. Он не споткнется, не запутается, не согрешит. Но если человек, он не выделяет время ни для письменной торы, ни для устной, не уделяет время для хреет, то есть морально-этических норм у него нету, он идет по головам, ему все равно и на других, окружающих его людей. Такому человеку нет мира, нет места в населенном мире, то есть в социуме среди людей. От него нет никакой пользы, он паразит, он не приносит никакой пользы в обживание мира. Такой человек пусть живет в пустыне, ему нет места в мире населенном. И обещается в Талмуде, такой человек не может быть свидетелем, он не может свидетельствовать в суде. Потому что мы знаем, есть такой закон, что человек, который не привносит, он никакой пользы не приносит социуму, в котором он живет, от него нет никакого пользы. Миру Такого человека нету стыда. Такой человек как бы паразит, у него нет стыда, у него нет совести. Ему нельзя давать свидетельствовать. Он будет врать налево и направо, у него как бы, да, но это там, и объясняет Рамам причину этого. И просто есть хазака, презумпция, что он наверняка как бы, да, споткнется в большинстве испытаний. То есть он в большинстве случаев будет выбирать сторону греха, а не сторону, да, митцвы. Он будет каждый раз выбирать зло. Да, презумпция, потому что если человек уже как бы выбрал такой путь, то и, конечно, и во всех тоже презумпция он будет спотыкаться на каждом шагу. Мазалтов, работаем. Мы с вами завершили первый пэрэк трактата Кедушин. Давайте скажем с вами, Лейну Нишмат, сегодняшняя мечта была в возвышении души. Ребекка, вот Акива, Анулдами, Наоми, Авра, Бенюсеф, 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 Я с вами прощаюсь. Спасибо. Гуд шаббас. Шаббат шалам.